Сегодня Ейский городской суд рассмотрит дело о гибели шестерых школьников, которые приехали на отдых в лагерь Азов. Заседание начнется через несколько минут. Заучи школы и учителя географии, которые сопровождали группу детей, обвиняют в халатности. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Напомню, трагедия произошла в июле этого года. Во время купания шестерых детей унесло течение. Пытаясь их спасти, погиб один вожатый. За процессом в Ейске следит наш корреспондент Сергей Пикулин. Сегодня перед судом должны предстать Ирина Рябова. Это зауч московской школы, учеников которой и привезли в Ейск в июле на отдых. И Алексей Багрянцев, учитель географии и экономики. Эти преподаватели отвечали за безопасность группы. На предварительном заседании обвиняемые часть потерпевших выдвигали ходатайство о переносе слушаний по этому делу в московский городской суд. Однако Ейский судья отказал, сославшись на то, что ни у городского, ни у районного суда нет таких полномочий. Ирине Рябовой и Алексею Багрянцеву предъявлено обвинение в халатности. Подсудимые выразили свое отношение к предъявленному обвинению, полностью признали свою вину, раскаиваются в содеянном, потерпевшим об этом пояснили, принесли свои извинения. Напомню, трагедия произошла в июле этого года. Группу из 62 детей привезли отдыхать на небольшой остров в трех километрах от берега. Несмотря на то, что купание здесь запрещено, зауч школы разрешила заходить в воду. Вокруг острова, по словам спасателя, очень сильное подводное течение. Оно относит от берега и утягивает под воду даже взрослых, физически крепких людей. Здесь же в море оказались дети. Их просто смыло волной. Тогда погибли шестеро школьников и один взрослый. Это 27-летний учитель физкультуры Виталий Морозов. Он бросился спасать тонущих детей. Остальные сопровождающие остались на берегу. Следствие установило, что московские вожатые нарушили не только технику безопасности. В их крови был обнаружен алкоголь. Поскольку обвиняемые полностью признали свою вину, дело может быть рассмотрено в особом порядке. С учетом признания вины подсудимыми, исследование доказательств, которые собраны по делу, не имеет какой-то профессиональной необходимости. Обжалование, конечно же, возможно, если будут нарушены нормы УПК. И если наказание будет чрезмерно жестоким. По статье 293, части 3 Уголовного кодекса, халатность, повлекшая за собой гибель двух и более лиц, обвиняемым грозит срок лишения свободы до 7 лет. Сегодня же Ейский суд рассматривает и гражданские иски потерпевших. Родители погибших детей требуют возмещения материального ущерба. Сергей Пикулин, Сергей Полянский, Сергей Бобков, Елена Морецкая, НТВ, Краснодарский край.